1905 года, потому что А, это Первая Русская Революция Б, это как следствие для Одессы Первая Русская Революция у нас в первую очередь ассоциируется с событиями, связанными с броненосым Потемкиным, а еще это погромы. Погромы в Одессе бывали, вам, Надежда Андреевна об этом должна была рассказать и в 19 веке мы видели причем, помните, я говорил вам, что часто погромами принимались корпоративные разборки между евреями и греками из-за влияния в порту. На самом деле это чисто бригады 90-х годов, кто будет рулить, кто будет крышевать Вот это было еще в 20-е годы в конце 20-х годов 19 века А когда мы говорим о 905-м годе, то тут мы говорим о событиях, связанных с 16 октября 905-го года, это день объявления царского манифеста о свободах, что-то такое по типу Биля права когда Николай II понимает, что революционная ситуация она вот уже вот-вот Шилов жопе не утаишь все отлично понимали, что гимно пидоруды пидишло у населения вот-вот рванет Николай пытается снять напряжение введя что-то какое-то ну, говорю, тебя сравнивают с Билем о правах право перемещения, право печати право свободы слова вот это читалось прямо в церквях народ вспомните безграмотный читаем с ОМОНа прямо и те, кто это все послушал тут же получают некий такой заряд ура теперь все можно выходит на улицу там уже возле церкви стоят бочки с вином население еще подпивает вино дальше провокация там бросается бомба в толпу погибает пару человек прямо на соборной площади у нас и вот из церквей на Екатерининской из собора из Успенского храма где все происходило неуправляемая абсолютно точнее управляемая толпа потому что ясное дело что погром делался городскими властями у нас был такой городской голова Нейнгард вот это при нем все произошло до этого он позволил спокойно себе прокачку антисемитских публикаций антисемитских листовок вот такого там вида вот гляньте главное управление черной сотни и истина русских людей свидетельство выдано предъявителю всего в том что он не студент и не интеллигент а потому избиению не подлежит что собственноручно с приложением фирменной печати фирменной печати удостоверяем председатель Нектошмаков Крушавин и еще кто-то и вот секретарь Нейнгард тот самый то есть такая себе штука вот кстати вот интересно вот эту брошюру читать там как раз о том что это потом вылилось но для начала надо вернуться все-таки в события шестнадцатого семнадцатого когда толпа просто ринулась по улицам с коругами с иконами православными и если где-то на стене висела вывеска там Нудельман и Ко или какая-нибудь там или в окно не выставлена была икона православная или не выставлен ну это или не нарисован православный крест на дверях то толпа врывалась в эту лавку разносила все в дребезги пополам избивала хозяин если тот пытался оказать сопротивление не успел спрятаться а так еще и грабили попутно ну вот три дня народ гуляет да так вот организация полиция не оказывает никакого сопротивления наоборот полиция и армия были заперты в казармы и в участки будьте здоровы и это дало возможность толпе выпустить пар вот этот да у нас традиционно бей жидов спасай Россию ура значит там сейчас куда-то денег все что накопилось у нас 400 трупов будьте здоровы 400 трупов официально мемориал на втором христианском классе